Ну, вы знаете, вот то, что он сегодня, Виктор Иванович, нам показал, и те эксперименты, в которых мы тоже принимали участие, это, конечно, производит сильное впечатление. И, вы знаете, вот в Академии наук очень часто, особенно весной и осенью, много обращений по поводу всяких открытий. Эти обращения идут и в правительство, и очень часто из правительства их присылают в Академию наук. И часто там написано, что вот, возможно, экспертиза независимая, но без участия Академии наук. Вот отношения с Виктором Ивановичем с самого начала строились по-другому. Он открыт к сотрудничеству, открыт к сотрудничеству, прежде всего, с Академией наук. Считает, что в тех явлениях, которые он обнаружил, много непонятого. И считает, что вот только Академия наук может, подключив свои ресурсы, разобраться в этих явлениях. Но самое главное, он эти явления открыл, и эти явления, которые могут действительно работать, которые действительно могут создавать энергию. И мы второй раз уже с Виктором Ивановичем встречаемся. Первый раз мы встречались в Институте общей неорганической химии. И Виктор Иванович показывал свои эксперименты. Они, конечно, произвели сильное впечатление. И отношение поначалу было такое, что нам сейчас продемонстрируют некоторые общеизвестные вещи, за которыми никакого будущего нет. И поначалу отношение было и у нас, когда мы встречались в Институте общей неорганической химии. Но по мере того, как Виктор Иванович делал свой доклад, свои эксперименты, человек он обаятельный, открытый. Отношение в аудитории постепенно менялось. И от такого недоверия оно менялось в сторону интереса, который появился к тем явлениям, которые демонстрировал Виктор Иванович. А вот то, что сегодня мы все поучаствовали в этом эксперименте, это еще раз нас убедило в том, что за теми явлениями, которые сегодня были продемонстрированы и с нашим участием, стоит, конечно, очень серьезная наука. Но самое главное, за ними стоит возможность их практического применения. И связано это с новыми материалами. Вот я сам по образованию химик и занимаюсь созданием полифункциональных материалов. Для меня вот то состояние графена, которое было получено в экспериментах сегодняшних, представляет очень большой интерес с точки зрения науки. Мы много обсуждали, как там могла возникнуть разность потенциалов. Сразу же, конечно, есть версии, идеи. Но я думаю, что это требует дополнительного исследования. И вот пока мы прошли по хозяйству Виктора Ивановича, у него в каждом углу есть некое новое изобретение, за которыми стоят новые эффекты, которые требуют свое изучение. И мне кажется, что вот такая открытость Виктора Ивановича позволит нам подключиться к этим работам. Тем более, что вот материалы, графеновые структуры, нанотрубки, однослойные, многослойные трубки, за ними действительно много можно ожидать различных применений. И вот те эксперименты, в которых мы сегодня участвовали, они очень хорошо воспроизводятся. Они простые. В них нет того ноу-хау, за которым может стоять некая виртуозность, которая подменяет реальные явления видимыми явлениями. И за всеми этими явлениями стоит хорошая фундаментальная наука. И, конечно, мне кажется, что и практическая сторона, и фундаментальная сторона здесь явно идут рядом друг с другом. Продолжение следует...